Во Дворце Независимости принимают президента Таджикистана. Отношения между странами и давние дружеские между лидерами сегодня являются примером для большой политики. Александр Лукашенко и Мамали Рахмон не только регулярно обмениваются визитами, но и постоянно контактируют на площадках саммитов в форматах СНГ, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Столь же синхронны действия стран и на международной арене. Именно благодаря доверию и абсолютной взаимной поддержке у Минска и Душанбе впереди много амбициозных проектов. Пример тому закладка в Беларуси садов белорусско-таджикской дружбы. Это своего рода символ крепнущих связей между государствами. В такой же идеализации нуждается и экономика. Взаимный товарооборот пока не соответствует амбициям. Учитывая насыщенную программу, именно нынешний визит таджикского лидера в этом плане позволит добиться значительных результатов. На одних из первых переговоров, еще без присутствия профильных министров, оба президента обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обозначили сферой, которым нужен прогресс. Мы решали, ждали вас, очень ждали, готовились вместе с вашим посольством. Очень рад, что вы приехали. Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа. У нас, вы знаете, большое культурное событие, не только спортивное. Здесь тысячи иностранцев. Они в большинстве своем открывают Беларусь для себя. Удивляются, что у них были другие представления. Ну, у вас то представление о Беларуси правильное. И я очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное, это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации. Поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами. Особенно с Афганистаном вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан. Я вам очень благодарен за... Это не просто закладка двух садов в Брестской и Гомельской области. Это попытка нам найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси. Тех, которые мы раньше не производили. Аналогичным путем мы пытаемся сотрудничать с Узбекистаном. Там бахчевые культуры, их специалисты. То, что так как ваши приезжали сюда, кое-что мы уже высадили в этом году. Получили очень высокую оценку специалистов Узбекистана. Ну, а таджикистские специалисты давно здесь работают вместе с нами и продвигают вот это направление. Мною поставлена задача перед сельским хозяйством выйти на производство новых видов продукции, которые раньше не производились. Климат жестоко изменился. Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара, наверное, выше температуры, чем в Душанбе. Ну, спасибо вам. Вы вчера привезли нам хорошую погоду. Прошли дожди. Особенно в центре Беларуси. Словом, есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Сегодня с вами подпишем и договор о стратегическом партнерстве. То есть, мы будем теперь работать в новом формате. То, что, касается, и выполнение нашей договоренности после вашего официального визита в Душанбе. Основного выполняется, они очень удовлетворены. Но нам надо сегодня дать поручение еще из очень незадействия механизма и возможностей. Предваряла переговоры церемония встречи в атриуме Дворца независимости. Все под стать приему высокого гостя. Красная дорожка, выступление роты почетного караула, исполнение гимнов двух стран. Было видно, оба политика рады встрече. Тем более, она проходит в яркое для Беларуси время. Время вторых европейских игр.